я могу понять ваш недовольствие или с отоплением именно в ваших местах в регионах в регионах да-да Алла да здравствуйте слушаю меня зовут коллега Наталья Михайловна старший специалист в экспертаменте изыскания просроченной задолженности Альфа-банк А чем старший специалист отличается от главного специалиста кто главнее и кто старше а что вы игнорируете мой вопрос я еще не закончила говорить 50 тысяч как это вы не закончили вы молчали когда я вопрос задавала а после того как вы ответите на мои вопросы а это какое имеет значение для вас для меня имеет раз я задаю отвечайте как вам важное мне указывать не надо что делать отвечайте быстрее 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 отвечайте я еще раз повторяю в сумме вашей задолженности ну вот смотрите вы мне сейчас будете вопросы задавать я вам точно так же буду говорить какое это имеет значение лично для вас и не отвечать на ваши вопросы оплату произвести в полном объеме в течение флегма какая-то почему вы до сих пор не расплатились с банком вам превысили дозу транквилизаторов сегодня с утра или что все вы такая флегматичная или вы не проснулись по какому причину проснись вы проснили вы готовы к диалогу или будете так дальше себя вести взаимности у нас с вами вы не отвечаете на мои вопросы я не отвечаю на ваши хорошо значит вам еще раз перезвонить когда мне диалог настроить только завтра уже все пока пока бросайте трубку бросайте трубку говорите здравствуйте говорите Ирина Анатольевна согласитесь к телефону здесь здравствуйте Лена Владимировна ведет задний разговор кредит эксперт финанс я звоню по вопросу долга банки ренессанский вид к оплате 31 126 рублей 26 копеек на 20 апреля вопрос оплаты во сколько будет сегодня еще на 27 апреля не собираюсь с вами это обсуждать на что вы так боитесь почему боюсь вы страшная ну хорошо вы с нами не собираетесь хорошо не обсуждаю онлайн оплату производите 31 200 рублей закрывайте свой просочный долг и не придется никого обсуждать да мне и так не придется смотрите никакая проблема я не оплачиваю не обсуждаю так оказывается то есть вы воруете деньги думаете за это вам ничего не будет ворую ммм какая апреля а как ваши действия ну вы же сами сказали за введение в заблуждение можно по шее получить от ФСФ послушайте а? курсе нет? что вы мне сейчас посмели заявить? слышь ты мразь посмели заявить ты что там в себя поверила? это вы про себя говорите сейчас я понимаю ааа шепелявая какая-то кривая тварина будет мне рассказывать что мне делать? нет этого не будет никогда долги наследуются ага а у тебя генофонд кривой наследуются а долги неченны поэтому ты лучше не размножайся это же как можно в вашем возрасте так низко пасть или на на то чтобы оставлять кого-то таки как ты надо было душить еще в колыбельке чтобы не дай бог не рожали себе подобных мразей если уже на рожала лучше придуши прямо сейчас вы понимаете что вы сейчас угрожаете убийством? да дура ты тупая кто тебя угрожал? я тебе говорю пойди придуши своих выродков если они у тебя есть я сейчас пойду в отделение полиции давай счастливого пути написано в ваш заявлении счастливого пути напишем Ирина Анатольевна вообще много справляюсь это как можно так низко пасть Ирина Анатольевна слушай вытащи изо рта посторонние предметы непонятно что ты говоришь ирина Анатольевна по новой очень предметами любите как бы вот тут не можем даже сформулировать предложение здравствуйте говорите говорите вы Селена Анатольевна кто спрашивает кто спрашивает компания финансово финансово специалист Я не намерена с вами это обсуждать. Я не намерена с вами это обсуждать. Вы взяли на себя обязательства с вашим кредитором в компании «Экосуман». А вы тут при чем? Должны были предупреждать оплату 29 февраля. Мы работаем с вашим кредитором по агентству «Моговодов». Уведомление о кредиторе. Почему не планируется? Уступает ваше. Ваш кредитор оставил вам письмо вознос, но он еще не доставлен. Ну, когда доставлено будет, тогда и поговорим. У вас ежедневно начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами. Поэтому в ваших интересах произвести оплату как можно раньше. Оплату вы будете производить в личном кабинете компании «Экосуман». То есть по реквизитам вашего кредитора. Итак, на данный момент требуют от вас оплаты сегодня. Оплата от вас будет поступать? Я же сказала в начале разговора, что мы с вами не будем. Мы не будем это обсуждать. Мы не будем это обсуждать. В таком случае, фиксируя отказ от оплаты, вам сообщаю, что если оплата... Не было же отказ от оплаты. ...поступать в максимуме в течение трех дней до конца месяца, то в начале следующего месяца ваш кредитор произведет переисовку прав требований. Я думаю, ваш новый кредитор вас налетит в личном счете от по месту жительства и по месту работы. Да, откуда такие знания? ...вы не производите оплату уже более двух дней. О, Господи. Это мы еще раз повторяем. Заканчивайте фантазировать и прекращайте наркоманию среди коллекторов. Также ваш кредитор правильно числит вам неустойку подписываться в 30-й статье, чтобы увеличить сумму долга. В дальнейшем, пока вы являетесь зарплатником уступен других компаний, вы не сможете пользоваться. То есть даже элементарно взять картический кредит на телефон либо с ПТХО вы взять не сможете. Вот вы привыкли в кредит жить. Как будто без кредита все, жизнь закончилась. Добрый день. Слушай. Это долговая агентство ДРТ. Меня зовут Милишенко, я Владимировна. Я для специалистом отдела по работе с правым задолженством. Уведомляю вас о записи телефонного разговора. Анна Сергеевна, это вы? Да. Звонок вам поступает по поводу нерешенного финансового вопроса с организацией саммит «Центр займа». Подтверждаете, что брали деньги в данной организации? Зачем мне для вас что-то подтверждать? Что? Зачем мне для вас что-то подтверждать? Ну как зачем? Вы не решаете вопрос. А вы тут при чем? Мы работаем по 35-й статье, дружно, из кодекса российской операции и предоставляем интересы компании. Прекрасно. А компания не хочет мне направить уведомление об этом? Уведомление вам уже должно было давно поступить. Если должно было, трек-номер письма назовите, пойду искать на почту. Ну, снизу трек-номер письма. Мы ранее с вами сколько раз переговаривали, могли бы уже давно на почту обратиться. Да, а я не могу на почту обратиться без трек-номера. Ну, могли бы обратиться в саму организацию, они бы всю информацию вам предоставили, дружно бы отправили. Ага, а кому это надо? Мне или вам? Вам. Мне? Да мне вообще индифферентно. Я, смотрите, не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы до получения уведомлений и все. Все хорошо, тогда всего доброго, до свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Слушай. Это компания Sirius Trade вам звонит. Меня зовут Костяев, Георгий Владимирович. Записывается наш с вами диалог. Анна Сергеевна нужна. Зачем я вам нужна? Да. Да. Очень приятно. Дату рождения, назовите ли, да, подсердень личности вашей. А вы мне свое? Таковы с чем сверечь будете? Да, конечно, мошенники именно так бы и сказали. Я о вашем сотрудниках уже говорила. Прежде чем выманивать у меня персональные данные, предоставьте документы. Пока не видела документов никаких. А почему вы? Писаете, что я имени и владею? Пока не предоставили мне документов никаких. Каких разговоров быть не может. Вы же не реагируете. Предоставьте трек-номер письма в доказательство того, что вы кому-то что-то предоставляли. Для начала надо идентифицировать вас. Трек-номер письма. А вы считаете, что мы не владеем, да? Трек-номер письма предоставьте. Задим я тут уже фразу повторять. Вы, видимо, не слышите. А зачем идентифицироваться для трек-номера письма? В любом случае должна идентификация сначала, а потом информация. Ну нет, не будет никакой идентификации. Ни в одном федеральном законе нет слова идентификации. До этого вам ничего не мешало. Есть понятие персональных данных, есть федеральный закон. Совершенно верно. Но в телефонном режиме вы не имеете возможности идентифицировать кого-либо. Достаточно дату рождения назвать. Нет, этого недостаточно. Ну как бы недостаточно. Ну так это недостаточно. Мы в госреестре находимся. Просто если было бы достаточно, то у нас немножко все совсем по-другому было. Мои персональные данные могут знать, например, мои родственники, мои соседи. Или мало ли кто-то тропал взял. Да, вы мне оставляли в документ. Послушайте, знаете что, Анна Сергеевна? Да, Иск. Я вам скажу. Скажите-ка. Вы свои дела в порядок приведите, пожалуйста. Ай, как же. Наконец-то день прожит нелеста дерева. Телефонистка мне советовала. Чтобы вам не звонили с коллекторского агентства. Прекрасно. Я очень рада. Вы не оправдывали. Кал мне позвонил и дал совет. Это прелесть. Вот видите, нагрузку переходите. А я вам по факту говорю, дела в порядок. Вы же сотрудник коллекторского агентства. Значит, Кал. Какая грубость. Все, конституция фактов сухая. Называйте, называйте, как хотите. Деваться и приведите в порядок. Я бы и не спрашивала, как они называют. А теперь мы с вами прощаемся. Счастливого пути, знаете. Да. Чего не министерство сразу? Аишки. Не дало? Мы. Конечно. И сегодня и завтра. Почтовыми голубями отправлю к лапонькам, привяжу по купюре и они скоро прилетят к вам. Громче. Нет, только почтовыми голубями. Больше никак. Ну, это ваша проблема. Если вам не подходит, значит никак тогда. Я вам предлагала, а вы отказались, получается. Почему у вас наши проблемы? Ну, вы же хотите денег, не я. У меня они есть, у меня все нормально. Так вам обязательно нужно выполнить они. Кому нужно, пусть тот и выполняет. Мне это совершенно не нужно. А, вы знаете лучше меня, да, что мне нужно? Наконец-то. Смысл в жизни обретен. Наконец-то мне неизвестная мне тетя расскажет, что мне нужно. А то я ходила во тьме, блуждала в дни знания, хожу, думаю, чего мне надо для счастья. Я внимательно вас слушаю. Расскажите мне, что мне нужно. Для развития у нас шутить вы можете сколько угодно. Да ладно, вы мне разрешаете? Ессс. Какой хороший сегодня день. Рассказала мне, что мне делать. Разрешила мне шутить. Ну, добрейший человек. Дай Бог тебе здоровья. Да. Все. Все? Не срок завтра. Платить платеж уже 12 300 рублей. Ой, началось. А так весело начинали. Забубнила, забубнила. Работаете вы скучно, без огонька. Совсем уж заскучала с вами. Давайте как-то пободрее. Тогда платить платеж не слушаю. Не-е-е, тушки. Будем мы с вами еще разговаривать столько, сколько мне нужно. Надо еще контента на вас заработать хорошенького. Ну, значит, тогда будете портить себе следить на репутацию. Историю, а не репутацию. Про репутацию не надо. Скорее, чтобы повысить свойство дома. Да и нахрен он нужен? Да. Если информация будет храниться в 10 лет... Я в курсе, в курсе. Не нужно мне об этом сообщать в очередной раз. Хотя вы все равно одно и то же. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот мне интересно. Мне недавно пришла такая гениальная идея. Мне кажется, у вас вот в душной комнатке, где вы сидите, и там вот эти все гарнитурщики. Те, у кого гарнитуры на головах. И вот сидите, там скрипт читаете. Мне кажется, скрипт он прямо на спине. На спине. На стене написан... А? Как вы... Скрипт, где у вас написано? На мониторе или сразу на стене, чтобы все видели? У вас не пришла идея хорошее оплатить платеж по кредитам. Я слышала и в первый раз, когда вы это сказали. Вы испугались, что никто не оценил вашу шутку? Ну, блин, ну она не смешная просто. Поэтому и вот так. Сейчас я обращаю ваше внимание, если вопрос не урегулируется... То вы позвоните мне еще раз и опять расскажете сказочку про белого бычка? О, нет. Как же это важно. Можно вас, Теряна Дмитриевна, какие выходы из ситуации вы рассматриваете на данный момент? Смотрите, вижу один потрясающий выход из ситуации. Вы идете нахер. Я остаюсь при своих деньгах? Все счастливы? Как вам такое решение? Ну, в таком случае готовь всю сумму долга. Ага, конечно. Бегу и волосы назад уже готовить все. У меня уже все подготовлено. Ну, тогда оплачивайте платеж, если у вас все подготовлено. А вы нахер сходили? У нас с вами договорные отношения. Вы идете нахер, я оплачиваю. Вы сходили? Невена Дмитриевна, если вы сейчас, вопрос не урегулируется. И вам сейчас есть сумма права передать информацию в бюро кредитных историй. О, боже. О, боже мой. О, боже, боже мой. Какую чухню. Она сказала только что. Я вам оплачиваю средства не предоставить кредитной организации, следить за тем, что вы не нужны. Слушай, Кукушка, вопрос. Еще раз напомни мне, Кукушка, закрой пасть. А это, сколько, какой срок просрочки? А что у нас получается, Лена Дмитриевна? Вам перезвонить еще? Ты трындишь, не переставая. Я тебе еще раз говорю. Пань, закрой, слушай вопрос. Я сегодня готова обсуждать вопрос. Если ты мне перезвонишь сегодня, ты уедешь внизу. Поняла, Кукушка? Сегодня нельзя, уже завтра только можно звонить. Нарушение 230-го закона. Напишу жалобу и получишь ты по сраке твоей. Так вот, вопрос у меня к тебе. Ты же все равно слушаешь. Вот срок просрочки какой? Ты же защебетал этом про кредитную историю. Какой срок просрочки, чтобы до сих пор не подали, нарушили 218-й федеральный закон и не подали данные в бюро кредитных историй? А, а, а? Ну ты же слушаешь, ответь. Ой, чему блин? Данный звонок направлен на предотвращение негативных последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В целях безопасности дождитесь ответа оператора. Разговор записывается. Здравствуйте. Внимательно. Уточните, я сейчас разговариваю. Чего? Елена Юрьевна Ком. Вы кто? Звонок, он поступает с компанией МВФ, специалист Анистского Елена Александровна. Разговор будет записан. С вами разговариваем, да, Елена Юрьевна? С нами. Задолжность в распреднике финансовой компании Миркредит. 111 дней уже числится просрочка. 217 тысяч 400 рублей к оплате. Необходимо сегодня погасить задолжность. Какое время будет оплата производить? Подскажите, пожалуйста, а сколько лет надо бухать, чтобы вот такой голос у вас был? По существу оплаты. По существу. По существу. Я спрашиваю, сколько лет надо бухать, чтобы голос был такой? Вернулись. Свою задолженность. Это сколько излишек? Какое время сегодня? А сколько у вас килограмм лишнего веса? Подскажите, потому что у алкоголичек у них часто все в жир уходит. Не подскажите? У вас богатый опыт общения с таким контингентом? Да, да, да. Мне ваши сотрудники два раза в неделю звонят. Поэтому богатый опыт у меня. Конечно. Нет, Юлина Юрьевна, она с алкоголиками не работает. Не знаю, это ваше окружение. Ответьте все-таки, сколько лет надо бухать, чтобы вот такой голос был. Да как же вы ответили? Ну не ответили. Ну это ж очевидно. А то есть вы без трудовой, да? Это вы там просто волонтерите? Ну все-таки, ну вы не стесняйтесь, но алкоголизм это же все-таки болезнь. Это же не... Украсть не разговаривает монологом. Не с трудом находится ничего, что сказал, потому что своего долга. Вы смотрите, все мозги себе пробухали. Как же можно разговаривать монологом? А как я могу разговаривать диалогом? Какое можете имущество продавать? Ой, господи. А вы жопку под свою понятие у вас продайте, потому что она у вас пылает в огне сейчас. И все, и нету, нету жопки. И как потом без нее? Ну что, мы с вами с таком стране разговаривать не будем, к личным причинам продавать. Все, пока кончено. Не бухайте. Не бухайте. Алкогольство. Наркотики тоже. Прекращайте употреблять. Жизнь на голову.